Вот встаешь, утро, солнышко встаёт, и вдруг вот это грандиозное сооружение, оно стоит так близко, что я до неё могу даже рукой достать. А из нашего окна вышка сотовой связи видна. Тихой летней ночью под окнами дома 12 по Ярославскому шоссе выросла, как из ниоткуда, вышка сотовой связи. Вообще эта земля принадлежит Мосавтодору. И по нашей информации, что по документации Мосавтодора это просто фонарный столб. То есть они согласовали здесь установку фонарного столба, но, конечно, ни в коем разе не антенномачтового сооружения для сотовой связи. Поэтому, конечно, мы против, потому что это будет оказывать непосредственно негативное влияние на наше здоровье и на здоровье наших детей. Но на деле это точно не фонарный столб. Это сложное техническое сооружение. И на его установку нужно разрешение, согласование с администрацией Роспотребнадзором. Но они даже не в курсе, на что дали официальный ответ. А самое главное, что согласно распоряжению об утверждении общих технических требований, не допускается установка антенна мачтовых сооружений ближе 50 метров от многоквартирных домов. Здесь расстояние до дома 20 метров. Мы не против абсолютно. Мы только просим убрать ее из-под окон и перенести подальше на более безопасное место. Жители требуют снести незаконную постройку, ведь нарушены их права. Угроза более чем реальная. Если устанавливающая организация говорит, что это легкое строение, высота данного строения как раз-таки и говорит, что под такое строение необходим капитальный фундамент, а не то, что, как они озвучивают, легкое. Поэтому в случае шквального ветра и так далее, последствия могут быть необратимы. Сейчас жители разбираются в суде с собственником вышки. Сколько продлятся тяжбы, неизвестно. Спасает тот факт, что пока конструкция не подключена. Но, тем не менее, сохраняется опасность, что вышка может упасть на дом. Ведь, как ее устанавливали, никто не знает. Анастасия Спирина, Александр Девкин, Яков Глейзер, Пушкинское телевидение.